Всем привет! С вами Александр Кальсин. И сегодняшняя тема это как правильно выбрать земельный участок. Какие акценты нужно делать, где выбирать можно, где выбирать нельзя. Какие ошибки при выборе земельного участка могут повлечь за собой дополнительные затраты. Итак, поехали! Первое, что нужно учитывать, это расположение инфраструктуры. Глобально участок приобретают для двух целей. Как единственное место для проживания, это когда вы рассматриваете участок как формат «дом в городе». Здесь, разумеется, нужно максимально сокращать время, чтобы добираться от дома до работы, от дома до садика, от дома до школы. Рядом должно быть большое количество торговых центров, какие-то секции для детей и так далее. Второй формат это если вы приобретаете участок, на котором вы будете строить дачу. Дачу для отдыха, для рыбалки, для релакса и так далее. В принципе, здесь уже не так важно оценивать транспортную доступность. Здесь уже не так важно оценивать, как далеко от вас магазины, торговые центры. Потому что это дача, это место там, где вы тусуетесь, ловите рыбу. Здесь наоборот, вот чем природнее, чем заповеднее, чем дальше и тише отсек, тем гораздо лучше. Второй момент, который нужно учитывать при приобретении земельного участка, приобретается он в коттеджном поселке, либо уже в сложившемся старом СНТ, либо в каком-то частном секторе уже там какого-то города. В чем разница? Если вы приобретаете земельный участок в коттеджном поселке, который только начинает отстраиваться, надо понимать, что мимо вашего дома, который, возможно, вы самый первый построите, еще будут много лет ездить миксера соседов, которые будут разгружать бетон, погружать бетон. Там будут постоянно люди, которые строят эти дома, и в принципе, это очень дискомфортно. С другой же стороны, коттеджный поселок предлагает огромное количество преимуществ. К примеру, это централизованная охрана, это централизованные коммуникации, это централизованные работы, если там вдруг что-то, газ, не знаю, где-то взорвался, вода прекратила течь и так далее. То есть технические службы коттеджного поселка вам всегда помогут. Если же вы планируете строить дом вне коттеджного поселка, в каком-то там СНТ, либо частной застройке, здесь обратная сторона. Надо понимать, что вот тот сосед, которого все ненавидят, который начинает строить дом, который приглашает миксеры на свою площадку, который начинает постоянно что-то грузить и разгружать, это именно вы. И все ждут, когда вы застройтесь. Но зато, когда вы построите, вы будете уже в организованной человеческой застройке. То есть ваши соседи больше строиться вечно не будут. Но вне коттеджного поселка есть минусы. Нет охраны, каждую зиму нужно выбирать председателя СНТ, который будет выбирать, кто будет чистить дороги, кто не будет. Вот эти вот скандалы, перипетии в чатах, которые, знаете, нет, вы не скинулись на деньги, нет, вы не скинулись на деньги, поэтому мы не убрали снег, поэтому мы не убрали дороги. Это именно то, что светит людям, которые выбирают покупку участков вне территории организованной хорошего коттеджного поселка. Третье, на что нужно ставить акцент при выборе участка, это наличие на нем перепада. И здесь надо понимать, что если участок ровный, то стоимость строительства будет дешевле, потому что фундамент не нужно задирать в цоколь. Если фундамент с перепадом, если фундамент в овраге, то также надо понимать, что стоимость строительства такого дома, такого фундамента будет гораздо дороже. Причем в последнем случае очевидно, что вы бетон зальете просто в землю, и вряд ли он будет функционален. Есть случаи, когда люди специально выбирают большие вражеские участки. Почему? Потому что они хотят сделать цоколь, или в принципе им нравится та локация, и они не хотят отказываться от локации. Например, это какие-то большие холмы, которые дают огромный обзор и прекраснейшую панораму с видом, например, на Финский залив. Это уже дело совсем другое. Четвертое. Мы сейчас находимся на выставке Open Village и самый, наверное, часто задаваемый вопрос от клиентов. Она родила инженерные геологические искания грунтов перед началом строительства дома. Да, конечно, надо. Да, конечно, надо. Если вы не знаете, какие у вас грунты, знайте, вы влетаете на деньги. И влетаете на деньги просто потому, что вы не заказали результат инженерных геологических изысканий стоимостью тысяч 50-60 рублей. Что такое результаты инженерных геологических изысканий? Это понимание качества ваших грунтов и какой фундамент вам нужен. Если для строительства каменного дома вы выберете неправильный вариант фундамента, допустим, не учтете свай, не учтете глубину свай, не учтете какие-то другие физико-механические свойства ваших грунтов, четко знайте, ваш дом даст крен. У вас однозначно будут трещины в стенах, будут трещины в фундаменте и трещины в вашем сердце. Также будьте внимательны, если вы покупаете участок с насыпными грунтами. Насыпные грунты – это 90% того, что помимо мощной монолитной железобетонной плиты, помимо мощных монолитных железобетонных пяток опирания этой плиты, однозначно вам понадобятся сваи. Причем сваи железобетонные и сваи штука дорогая. Поэтому мы всегда в АПС ДСК имеем две вещи. Это специалиста по инженерно-геологическим изысканиям, который всегда берет грунты для наших заказчиков. И, разумеется, это проектировщик-проектировщик КЖ. Потому что просто наличие документа этого отчета вам ничего не даст. Важно, чтобы был проектировщик, который действительно скажет, что «ребят, вот здесь нужен такой фундамент, нужны такие истеры». Поэтому просто наличие пустого отчета недостаточно. Всегда должен быть специалист-проектировщик КЖ, который умеет это дело читать. Едем дальше. Справа от меня каменный дом, слева от меня деревянный фактор. Как вы думаете, какое расстояние должно быть между этими домами? Да, вы знаете, что есть специальные противопожарные нормы, есть санитарные нормы, которые говорят, какое расстояние должно быть между домами. К примеру, между этими двумя домами должно быть не менее 12 метров. А каждый из домов от границ своего земельного участка должен отступать не менее чем 3 метра от границы земельного участка и 5 метров от границы дороги. Да, в российском строительном законодательстве есть огромное количество правил СНИПов, которые указывают, как правильно должен быть посажен дом с учетом отступа от границ земельного участка. Поэтому в процессе проектирования дома обязательно учитывайте эти правила. Или ваш дом пойдет под снос Буквально свежий кейс, который я могу вам поведать О том, как нельзя нарушать правила отступа от границ земельного участка Мы начали строить деревянный дом Сосед начал строить каменный дом Между нами нет расстояния 12 метров Но на деревянный дом мы уже получили уведомление о начале строительных работ А сосед на каменный дом не получил разрешение на строительство Отгадайте, кто из нас будет переносить границы дома Правильно, сосед Потому что в нашем случае прав тот, кто первый выполнил посадку на дом И получил уведомление о начале строительных работ Обязательно учитывайте форму вашего участка Самая лучшая форма вашего дома, правильно, это квадратная форма Квадратная форма дома лучше всего располагается правильно на квадратной форме вашего участка Сильно вытянутый, сильно прямоугольный участок Уже даст вам определенное ограничение к застройке К архитектуре, к интерьеру, к экстерьеру Неправильные формы участок, к рабицевидной Также даст вам к ограничению застройки Так плюс вы потеряете несколько соток Потому что в процессе проектирования и строительства кажется что несколько соток будут просто вырезаны и в перспективу вы их никак не сможете использовать сейчас вы знаете очень модно генпланы в некоторых коттеджных поселках лепить сотами либо какие-то нет нестандартные схемы планирования проектирования межевания границ генерального плана вашего поселка но это выглядит классно только когда это выглядит на генплане по факту это дико не функционально поэтому знаете из такое правило линейно организованный нарезанный межевой план коттеджного поселка это когда либо квадратики либо такие прямоугольники тоже аккуратно не прям вытянуты вот именно такую нарезку в коттедж на поселке мы рекомендуем инженерной коммуникации при приобретении земельный участка ну разумеется нужно учесть какие должны быть инженерной коммуникации первое это канализация если нет канализации магистральной то ничего страшного она будет автономная для многих понимания что эксплуатация автономной канализации такое что-то сложное проблематичное на самом деле ничего сложного нет убирается один раз в год это максимум и в принципе никаких больше проблем с ней нет глобально я не вижу никакой разницы между магистральной и автономной системой канализации то есть септиком дренаж внимание вопрос в каких домах при каких фундаментах разрешается не выполнение система отвода воды от фундамента дома правильный ответ ни в каких система водоотведения должна быть совершенно в каждом доме каркасным деревянным каменным совершенно значение не имеет если у вас фундамент плитный либо ленточный однозначно должна быть система ливневого водоотведения и система дренажного водоотведения как мы видим это на данном доме система водоснабжения она может быть автономной и может быть магистральной магистральной это если вы ваш дом подключаете к трубе по которой уже идет вода и многие так хотят именно магистральную систему разновawareне здесь я бы еще подумал потому что зачастую когда вы сами копаете скважину у вас не отключат воду и вы точно будете знать результат образцы Вашей воды, много ли железа, много ли содержания свинца, хлора и так далее Устанавливать правильные фильтры Поэтому если в коттеджном поселке или месте, в котором вы планируете строиться Нет магистральной системы воды Оно даже не хуже, оно даже может быть лучше Но откопайте себе классную артезианскую скважину Да, дороже Хорошая скважина с кессоном будет стоить, наверное, 1350, дефис 550 тысяч рублей В зависимости от глубины Но качество воды будет гораздо лучше именно благодаря скважине Электричество Ну, не забываем, электричество нам обязано предоставить государство Вне зависимости ни от чего Газ Все люди хотят, чтобы у них на участке обязательно был газ Как будто это какая-то панацея На самом деле, парадокс в том, что даже 40% домовладений в Московской области не газифицировано И, в принципе, мы сейчас находимся на территории Open Village Коттеджный поселок Green Lounge, он тоже не газифицирован Здесь большое количество домов Компания PSDSK построила дом из клееного бруса И сейчас я вам расскажу в цифрах, что нам получается обслуживать дом без газа Мы, к примеру, берем самое большое помещение Это кухня, гостиная у нас здесь, обратите внимание, огромные окна У нас здесь большой свет У нас огромное фасадное окно По технологии Patio И, казалось бы, что стоит отопить такой дом, ну, очень дорого На помещение 32 квадратных метра у нас всего лишь 3 радиатора И система теплого пола по всему первому этажу Раз радиатор, два радиатора, три радиатора Небольшой кейс В этом году зимой температура минус 29-30 градусов Здесь был день открытых дверей Мы работали здесь 5 суббота-воскресенье Котел работал по максимуму Но получилось так, что не все радиаторы нам нужно было включать У нас работала система теплого пола И она дает достаточно неплохой объем отопления У нас наполовину работал один радиатор У нас по максималке работало два радиатора В доме было очень тепло и очень комфортно То есть в буквальном смысле мы здесь ходили в легких кофтах Мы здесь ходили в футболках Да, окна были, разумеется, все закрытые Но так или иначе в доме было тепло У нас, обратите внимание, есть окно Внутреннее, внутрипольного конвектора здесь не встроено Зимой здесь не было никакого мостика холода На самом деле стереотипно воспринимается Что если дом из коленобруса, значит холодно Что если большие окна холодно, что если окна в пол холодно Все это фигня Те, кто посещал нас этой зимой на выставке Open Village Могли в этом сами удостовериться Мы еще раз ходили в кофтах и в футболках Внимание, какой чек мы получили в самый холодный период На отопление данного дома 13 тысяч рублей Максимальная сумма на оплату электричества данного дома Составила 13 тысяч рублей А теперь вопрос Стоимость подключения газа 550-750 тысяч рублей Стоимость отопления электричеством 13 тысяч рублей в месяц Отапливаемся мы электричеством 5 месяцев Ежемесячно платим за газ при отоплении этого дома газом Тысячи полторы-две в месяц И теперь вопрос Сколько мы будем окупать 750 тысяч рублей подключения газа Две вещи, которые обязательно нужно сделать Перед тем, как приобрести земельный участок И перед тем, как начать строить дом Первое Это изучить документ, который называется Генеральный план застройки земельного участка И отдать этот документ действительно хорошему Строительному и земельному юристу Второе Перед тем, как начать строить дом Обязательно получите уведомление о начале строительных работ Если вам государство выдает документ Который разрешает вам строить на данном участке Применительно к данному пятну застройки Знайте С вашим участком все окей Вообще, несколько месяцев назад Мы делали полноценный ролик Общение с юристом Как правильно оценить правовой статус покупаемого участка Ссылка к этому ролику в описании к видео С вами был Александр Кальсин До встречи Субтитры создавал DimaTorzok